Всем доброе утро. На мою голову я. Сейчас вам выложу ложек новый. Наверное, меня плохо слышно. Хочу масочку сделать вот такую вот новую. Хочу ее тут держать. А, вода мешает. Вот так, я выключила. Здесь 15 минут. Смыть водой потом. Ахокислоты, стволовые клетки. Пробуем. Такой масочки не было еще. Так что, показала я вам виталинкин утренник. К 8 марта. Ну, это не виталинкин, в принципе. Как? Там больше для маленьких детей был утренник. Ну, я снимала только своего ребенка. Раньше я снимала полностью утренники, но сейчас перестала. там было, честно говоря, неинтересно. Детки маленькие, знаете, это для их родителей интересно. Для нас, для меня, как бы. Моя девочка. Мне интересно, была только моя девочка. Все. Масочку сделала. Сейчас, наверное, печь будет. Наверное, вам надо пора показать. Пора, вернее, показать свои маски, какие у меня есть сейчас на данный момент. Все. Я в душ. И буду готовить завтрак. Сейчас 6.30. Вот. Иду готовить завтрак. Переодену футболку перед этим. Что-то у меня для сна. Вот. Надо переодевать. Кстати, я крестик, видите, ношу этот новенький. Все. Пошла готовить. Так, вышла из дурдома. Пятая марта сегодня. Погода шикарная. Тепло очень. Солнца, конечно, не очень много, но временами светит. Просто облачка есть на небе и птички поют. Вы слышите? Шикардос просто. Так, поехала я в дорогу дальнюю. Хочу зайти в Ярослав. Потом надо базу для ногтей купить. Бесцветную. Что еще? В Ярославе посмотрю, что там привезли. Мне нужна еще одна наволочка такого цвета пудровая. Пудрово-розовая. Посмотрю еще простыни. Ну, короче, посмотрю, может комплект. Вот. Не знаю. Зайду в Ярослав. И мне нужно в Куб на Петровку, чтобы лего посмотреть для Виталиночки. Вот. Так что, такие дела. Все. Поехала я. Прохожу школу. В Талинкину. Вот. Раньше ходила вот там под шестнадцати этажкой. Ну, увидела, что шла как-то. Смотрю, там машина стоит и кулек с какашками, с говном разорванный. То есть, кто-то с окна бросил. То ли по машине, то ли по людям. А я перед этим шла. В этот же день. И слышала, что-то полетело там, когда мы с Талинкой проходили. А может, этот кулек летел. Поэтому я больше там не хожу. Вот. Короче, погода. Сказка. Все. Я поехала. Взяла базу. Под гель-лак. Прозрачную. Вот. Такую Окси. Профессиональная. Хорошая. И 200 гривен она стоила. 199. Иду в Ярослав. Пешком. Не знаю. Потом, наверное, на Петровку. Или в караван. Или. Не знаю. Посмотрим. Так. Ну, что. Я сегодня по кругу обошла две станции метро. Из дому вышла. Пошла на метро Оболонь. Пешком. И потом там получилось. Я в таком месте между метро Оболонь и Минской. Короче говоря, решила идти вперед. На Минскую. Чтобы не возвращаться на Оболонь. Пошла на Минскую. Пума. Давай, давай, давай. Иди. Вот. И. Пришла опять домой. Короче говоря. Позвонила мне мама. Говорит. Там. Короче. Появились у нас Бирюковские продукты. Новые. какие-то. О, Виталин. На. Вот. Виталинка сидит. Кушает. Из школы. Ну. Сейчас будем кушать. Она пока там. Морс. Клюквенный с печенькой кушает. Вот. Так. Даже не знаю с чего начать. На метро Минской. Там ларечки, магазинчики. Всякое такое за границей. Италия, Польша. Вот. Вот. Купила сыр Буков в коробочке. Так. Я ж срок даже не посмотрела. А. По первому шестому. Мы любим очень этот сыр. Потом сыр млечный. Вот такой вот он по вкусу. Но пармезан похож. Только мягкий. И. Вот такую. Колбасю. Колбасю. Не колбасю. А. Лопатка. Она была по аукционной. Она очень свежая. Была по аукционной цене. По 95. Вообще просто. Шаров. У меня закончилась буженина. Детям на бутерброды. Поэтому я взяла. Ну. Я не планировала такую брать. Но. Увидела. Цена хорошая. И она свеженькая. Взяла. Так. Вот. Зашла в медтехнику. Взяла себе вакуумные банки. Не знала какие брать лучше. Но взяла вот такие с присосками. Хотя потом вышла. И подумала. Что надо было может просто обычные силиконовые брать. Силикон. Он по моему имеет свойство. Вот. Твердеть. А эта пластмассовая. Есть еще стеклянные. И вот с такой штукой. Ну. Так. Берете. И пошли массажировать. На масло. Вот. Я знаю. Что это очень хорошая профилактика целлюлита. Я хочу. Больно. Я хочу. Чтобы мне муж спину массажировал. Я себе буду ляжки массажировать. Ну. Короче. Где я буду доставать. Живот. Ляжки буду массажировать. Пока буду делать на оливковое масло. Потом может куплю какое-то антицеллюлитное. Короче. Они стоили 70 с чем-то гривен. Две баночки. Вот. Я еще хочу такие есть маленькие для лица. Там был набор вакуумных банок. От большой до маленькой. Ну. Дорогой был. Я хочу еще. Хотя бы одну банку. Или две. Вот. Для лица. Когда-то 40 гривен видела в аптеке. Что я не купила. Не знаю. Короче. У нас под домом открылись бирюковские продукты. Это где-то делают недалеко от Киева. Вот. И у них появились вот такие вареники. Ручной лепки. У них были. Я уже покупала вареники. Но они развариваются. Ну. О. Попекли. Автоматически. На. Ну. На станке делались. А эти ручной лепки с косичкой. Я взяла попробовать. Цена не поменялась. И здесь цельная вишня. Сейчас я кстати пару сварю и попробую. И очень вкусные. С сердцем я взяла вареники. Очень. Я в прошлый раз брала. Мне понравились. Взяла еще. Прямо. Как домашние. Я не знаю. Если они не испортят свою продукцию. Что ты делаешь? Так. Это. Сейчас я наверное брошу. Что делать? Бросать в холодильник. Пока лежит. Так. Дальше. Я ж поперлась в Ярослав. Даже не знаю с чего начать. Не. Начну с магазина Ева. В магазин Ева зашла людей Валом и все женщины. К 8 марта. И там вот такие были тарелочки. Ну потому что мужчины должны покупать. А по итогу женщины все покупают. Себе. Да. Ну и себе и мамам. Короче. Такие тарелочки были. Была пыльная роза. Белая. Голубая по моему. Короче говоря. Мне понравилась белая пыльная роза и вот эта. Я так подумала. Для листиков. Это более прикольная расцветка. И такая тоже модная сейчас расцветка. Это считается ваза. А тут не написано. Там написано для фруктов. Вот. А тут просто блюдо 27 сантиметров. Смотрите. Можно что угодно. Печенька. Можно печенька. Да. Но оно будет сыпаться. Может будет сыпаться. Конечно. Ну. Больше вот намыть яблочек. Фрукт каких-то подать. Или например. Даже какие-то бутерброды. Закуски. Булочки. Вот. Когда я пеку. Да. Вот. Очень хорошо. Но горячее только сюда не надо. Потому что это не для горячего. Видите. Как вроде листочки наклеены друг на друга. Вот. Такое блюдо стоило по моему 29 гривен. Ну. Я считаю это недорого. Нормально. Кстати. Можно использовать. Я люблю такие вещи. Ключи. Сбрасывать сюда. Всякое вот такое. Чтобы оно стояло. Вот. Сейчас покажу как оно смотрится. Вот так вот. Симпатичное. У меня кухня такого вот цвета. Видите. Ах. То что такого же. Да. А щенков такая. Да. Потом. Так. Убираем. Еще. А. Еще в этих магазинчиках. Где импортная продукция. Я взяла дочке шоколадку. За 68 гривен. Вот такую. Милка. Она очень любит с лесным орехом. Вот. В магазине такая шоколадка. Именно с лесным орехом. Не пишите мне. Что кто-то где-то видел там за 70 гривен. За 70 гривен с печеньем Орео идет. С клубничной начинкой. С какой там. С арахисом. Вот. Но. С лесным орехом она всегда дорогая. Самую дешевую. Что я покупала. Это за 80 гривен. Это самую дешевую. Поэтому дочка любит только такое. Я спрячу на 8 марта. Вот. Так. В Еве. Что еще в Еве. В Еве я взяла дочке старшей на 8 марта. Вот этот крем. Гарниер. Вот такой взяла с розой. Он розой не пахнет. В принципе. Для сухой и чувствительной кожи. У нее очень чувствительная кожа лица. Раздражение. И все такое. Я все кремы какие были. Я все перепробовала у себя на руках. Мне этот понравился. Более или менее. Цена у него была 99 гривен. По скидке. Сейчас скидки в Еве. Нашла в Еве бамбуковые палочки. Деревянные. Натуральные. Кто не знает. Покажу как они выглядят. Ты хочешь выйти? Нет. Вот. Я покупала такие в китайском магазине. И нам всем очень они понравились. Я думала они сладкие. Они отлично чистят уши. Ничего не ломается. Потому что вот эти вот. Пластмассовые. Чистишь и она ломается. Заламывается. Ей отлично. Все везде вытирать. Подтирать. Единственное что. Когда собаки ее уши протирают. То сломалась палочка. Так что осторожно. Чтобы пол палочки не осталось у собаки в ухе. Ну а у нас конечно она не останется. У нас не такое ухо. Ухо глубокое. Такие вот. И даже эко упаковка. И этим вы не портите экологию. Потому что тут все. Все. Сто процентов. Разлагается. А вата из чего? Вата натуральный продукт. Это этот. Хлопок. Да. Хлопок. Вот такие белые знаешь штучки. Да. Взяла вот такой в Еве дезодорант. Попробует фирма Май. Значит. Он. Ну. Я не знаю. Запаха у него по ходу вообще нет. Нет. Я там брызгала. Не могла понять как он пахнет. Так. У меня камера выключилась. Так. Дезодорант имеет запах. Знаете. Запах похож на жасмин. Вот. Ну. Такой неплохой запах. Взяла такой попробовать. Он был вообще за 25 гривен. Сейчас по скидке. Поэтому думаю. Ну. Возьму. У меня руки. В муке. Так. Дезик взяла. Дальше. Дальше взяла 29 гривен наш любимый гель. Палмолив с абрикосом. Вернее с перстиком. Классно пахнет. Еще там были по скидке Невеевские. Я очень люблю с карамболем. Вот. Но взяла пока этот. Карамболь. Да. Лучше посмотрела. У меня все закончилось практически. У меня остался только шоколадный гель для душа. Ура. А у меня вот этот пирожок. Пирожок закончился. Ура. Дальше. Взяла свекрови на 8 марта вот такую помадку. Вот. Фирма LCF. Вот такой цвет выбрала. Там были тестеры. И мне понравился. 23 номер. Я открывать ее не буду. Подарю ей запакованную. Хороший цвет. Даже я бы пользовалась хорошим. Может себе купить не знаю. Так. Ей помадку взяла. Потом я ей взяла. А. В медтехнике я взяла себе вот такое зеркальце. Это вообще. Видите. Оно наматывается. На что-то одевается. Это вообще для отолярингологов. Это доктору одевается. Это для доктора отоляринголога. Который ухо горло нос. Но у нас для зубов. Но в другой медтехнике и для зубов такие продаются. Просто там чуть-чуть ручка другая. Ну я уже тут увидела и взяла. Очень нужно чтобы посмотреть виталинки зубы. Себе зубы. Короче говоря. Да. Вставляется так. И смотрите. Да. Я не дотрагалась ни за чего. 29 ливен медтехники. Вот такое зеркальце. Кому надо. Найдите медтехнику. А если у кого в городе нету. Можно в интернете заказать. 29 ливен вообще супер. Виталин. Пожалуйста. Я сама. Дальше взяла. Вот такие кремчики. Взяла крем для ног. С экстрактом подорожника. Пшеницы. Масло ши. Крем для рук с бананом. И крем для лица. Антиликовый. Это я взяла свекрови. Три кремчика. Вот. Они были по хорошей цене. И вот такой лак. Розовый. Перламутровый. Маленький взяла. Потому что быстро засыхают они. Так. В магазине Ярослав. Я взяла. Своей маме на подарок вот такую подушку. Как себе я взяла. Взяла маме на подарок. Подушка недорогая. 40 гривен. Вот. Ну это еще не все. Такая подушечка. Самая красивая. Я в прошлый раз себе хотела эту расцветку. Но не взяла. Короче. Подолежалась она до мамы. Вот. Подарю ей такую подушечку. Она у меня увидела. Ей понравилось. Она говорит это классно. Ну. Мы любим маленькие подушки. Обязательно спать. Аааа. Наконец-то я взяла. Тебе тоже надо такая подушка? Или у тебя твоя. Твою сделать подушку. Аккуратно сейчас картина упадет. Опять взяла вот эту. Сейчас минуту. Взяла пудровую наволочку. Такую. Я уже покупала ее. У меня застелена в дочке и постель. Но тогда она была только одна. В этот раз еще вторую увидела. Сразу взяла. Теперь к тому пододеяльнику, который я брала в эпицентре, есть две наволки такого цвета. Так. Дальше. Себе взяла еще две вот таких наволочки. Очень красивые. Я сейчас одну раскрою. Покажу. И маме своей взяла одну пробку. Виталина. Ты мне сейчас попортишь картину. Ты понимаешь, что она дырка сейчас будет внутри в ней? Взяла вот такую простынь. У нее кровать метр шестьдесят, по-моему. А простынь метр восемьдесят. Я взяла больше, чтобы... Потому что это натуральная вязь. Она садится. А им нужно еще заправлять постель. Короче... Или у них метр сорок вообще. Короче, метр восемьдесят взяла вот такую наволку. Пододеяльник им не нужен. Они не пользуются пододеяльником. Они укрываются таким мягеньким толстым пледом. Вот. Поэтому я ей скидывала расцветки. Она сама выбрала. Анастасия... Ну, короче. Вот. Я ей подарю. Так. Это. И себе. Себе я тоже взяла. Такие же две наволочки. Комплект стоит дороже, нежели взять все по отдельности. Но простыни не было для меня. Вот. Я взяла пока две наволки. У меня, если что, там есть зеленая простынь. Вот. Но мне очень понравилась эта расцветка. На крайний случай, если я надумаю купить себе комплект с пододеяльником, то я куплю... Эти две наволочки все равно не пропадут. Будут лежать. Если что, может, подарю кому-то. Вот. Так что, вот так вот. Такие покупочки были сейчас. А! Я обещала одну наволочку распаковать, чтобы показать расцветку. Очень красивая. Я эту расцветку еще в прошлый раз заприметила, но не было размеров. Это не та расцветка. Одинаковые все. Вот. Наволки у меня пятьдесят на семьдесят. Смотрите, какая красота. Бабочки. Бабочки, да. Вот такая красота. Очень красивая, яркая, летняя, красивая расцветка. Я в следующий раз пойду, куплю себе тоже навол этот. Вот. Ростынь такую. А если нет, то сюда и белая подойдет. Вот. Так что. Ну так вот. Ладно. Что с собакой? Потому что не куська, то ли по ходу хочет. Ой, детей вот этого Лизу, это потом ее бедная. Слабит. Да? Дети какашки кусать. Как ты думаешь? Пойдем на уличку. На уличке погода. Гулять и гулять просто. Вообще домой не хочется. Супер шикарная погода. Ну, это шарик выкинул с Валентина дня. Потому что скоро 8 марта. Так. Второй день влога. Иду со школы. Поздравили учительницу. Всех учителей поздравили. И послушайте вот это пение птиц. Это просто такая погода пасмурная. Дождик, наверное, шел мокрые, видите, дорожки. Но супер тепло. Птицы поют просто замечательно. Знаете, я люблю в лесу сесть на стульчик. Облокотиться так, задрать голову к небу. Буду слушать пение птиц. Шум листвы. Шикарно. Сейчас возьму Микузьку. Пойдем на улицу. Выгуляю ее. И день начинается. Так, что я вам хочу рассказать. Хочу я вам рассказать по поводу комментариев под предыдущим видео. Отвечу на два вопроса. Там, ну, как бы, вопросы или комментарии. Вот. Вот. Первое. Почему Виталинка... Почему ребенок такой скованный на утреннике? Ну, извините, дети — это личности отдельные, да. Как бы, у них у каждого свой характер, у каждого свое настроение. Утренник был очень длинный. Выступали маленькие дети. Это было не очень интересно для моей Виталины. Вот. В... Ника. В зале было жарко, очень много людей. Сидеть было мало места. Вот. У меня у Виталины начало кружиться и болеть голова. Вот. Потом я уже узнала. Вот. Вот. Поэтому, как бы, вот так вот ребенок выступил. Ну, она у меня всегда так выступает, в принципе, не особо эмоционально. Иди в ванную. Ванную, Ника. Собаке ноги надо мыть после улицы. Думаю, понятно, да. Ну, такое было настроение. Ребенок выступал. Это не значит, что она там расстроена была чем-то. Я знаю, кто меня давно смотрит. Виталиночку мою знают. Вот. Она у меня не замкнутый ребенок. Очень общительный. Очень веселый. Вот. Ну, так сложились обстоятельства. Так сошлись звезды. Дальше. По поводу моих туфель. Значит, я не поняла, зачем покупать дешевое. Надо себя любить. Ну, я вообще не планировала покупать в этот момент туфли, поймаете. Я зашла в магазин. Вот. Мне предложили хорошую акцию. Я взяла две пары, потому что я хотела одни на широком каблуке. Я не могла вообще, по сути, определиться. Я искала и на широком каблуке, и на шпильке я хотела. Но шпилька вся была неудобная и высокая. Да, и квадратный каблук был у меня вот тут, знаете, где подъем. Пусто было везде. Вот. Мне ни одни туфли не подходили. Я смотрела в разных магазинах. И кожаную обувь, и не кожаную, и дорогую, и недорогую. Но ничего не подходило. Я же рассказала. Я пошла за гелем для душа. И думаю, дай зайду в этот магазин обувный, посмотрю. И получилось так, что цена была очень приемлемая. Я взяла туфли на шпилечки, мне понравились. Она была очень удобная. Потом взяла на широком каблуке. И когда я пришла на кассу, мне сказали, что третьи туфли там практически чуть ли не в подарок идут. Вот. И мне пришлось идти выбирать третьи туфли. Это которые вот эти вот с пайеточками. Ну, они такие, знаете. Вот. Во-вторых, в принципе, у меня не было... Зачем мне дорогие, очень дорогие туфли, когда я их одену, может быть, один-два раза. Вот. Ну, у меня была идея... Прервалось видео. Идея была найти просто удобные туфли, в которых я смогу ходить. Так как я ношу в основном только кроссовки или туфли на низком ходу, обувь на низком ходу или на каком-то устойчивом небольшом. Но каблуки я уже даже на устойчивом каблуке давным-давно не носила, да. В основном моя обувь это кроссовки. Я очень люблю сайкони. И это мои любимые кроссовки. Вот. В этом году я приобрела себе еще пумовские розовые. Кто знает, тот знает. Вот. И еще я их даже не полюбила. Я их одевала один раз, и они мне были не очень комфортные. Хотя там стелька вот эта, знаете, мягенькая, которая... Memory она называется. Вот. Поэтому как бы идеи купить именно дешевые туфли у меня не было. У меня была идея купить удобные туфли. Оказались они очень удобные за смешную цену. И третье мне пришлось просто взять в подарок. Поэтому вопрос, зачем покупать многое дешевого, чем одни хорошие, ну не нашла я одни хорошие. Я еще хочу себе красные туфли очень купить с узким носком и на широком каблуке, наверное, да. А вообще я очень люблю шпилечку. Очень люблю шпильку. Но все, что я перемерила, мне очень было неудобно. Вот. Эти туфли оказались удобные, комфортные. Там небольшой каблучок, он же шпилечка. Пришлось, я же говорю, третье брать в подарок. А так я взяла две пары. Одни на шпильке, вот эти с бантиком которые. И вторые на широком каблуке, которые, в принципе, ничего плохого в них я не вижу. Они неплохо смотрятся. Вот. Ну вот эти с пайетками, у меня такие, знаете, сомнения к ним, буду я их носить или нет. Они слишком какие-то такие. Хотя, может быть, и да. Почему нет? Мне, в принципе, все туфли понравились. Вот. Так что, а приобрету я себе еще, если туфли, то приобрету и буду носить еще. Вот. Вот. Никто мне не запрещает покупать много вещей. Вот так вот. Я сейчас буду убирать. У меня приехала свекровь тут с дачи. Я сейчас ей подарю подарок на 8 марта. Так как мы уже на 8 марта не увидимся. Вот. Там муж ей кое-что еще из Белоруссии привез. Вот. И, в принципе, буду сейчас. Мне надо помыть туалет, поубирать на кухне, поубирать в комнате. Первое поубирать у детей в комнате надо. Потому что сегодня придет у нас репетитор по математике. Вот. Поэтому я думаю, что на вопросы ваши ответила. Никто не обидится на меня. Вот. В принципе, носить мне, вот, мне главное комфорт. Чтобы было удобно. Потому что, если мне они будут некомфортные, я на каблуках ходить не смогу. И одену вечернее платье и попрусь в кроссовках. Вот так вот. Все. Поздравила учителей с 8 марта. Вот. Прошлись. Надо еще сегодня с Виталиночкой зайти там к одной учительнице по английскому языку. Я хочу, чтобы она занималась с Виталинкой английским. Вот. Так вот. Потому что мне сказали, что она 100 гривен берет. И я такая думаю, блин, так это же вообще просто шаровая цена. Очень-очень дешево. 100 гривен за урок английского просто. И еще в школе это супер замечательно. Она себя там на подленке возьмет малую и будет мне не водить не надо никуда. Вот. Наверное, на этом влог я закончу. Не знаю, какой он там получился, не получился. Что там с него получилось, большое или маленькое, они в курсе. Я сейчас вам покажу еще щеночков. Вот они спят. Тут Ника ждет, что перелапы помыла. Вот. Давайте покажу вам. Вот. Кстати, щенки пооткрывали глаза. Поэтому. Вот так. Вот так. Вот так. Вот такая красота у нас. Вот так. И уйкает. Мамку на сосут и спят. Сейчас уже хорошо так сосать стали и долго потом спать. Такие щеночки. Ну, а я на этом влог закончу. Всех с весенними днями, с хорошим настроением. Приближается 8 марта. Желаю вам хороших подарков. То, чего вы хотели, о чем мечтали. Пусть вас близкие порадуют. Не обязательно подарками, а просто хорошим настроением. Вот. И приятными какими-то моментами. Все. На этом влог заканчиваю. Всех люблю, целую. Всем пока.